Здравствуйте, дорогие родители и наши замечательные детки. Все мы сидим дома. Мы все немножко устали, но мы очень любим наших деток. Поэтому мы подготовили для вас небольшие образовательные деятельности, для того, чтобы вы могли занять дома своих детей. Мы все знаем, что наступает 12 апреля. 12 апреля у нас день космонавтики. Первый человек, который полетел в космос, это был Юрий Гагарин. Поэтому я предлагаю для вас дома, чтобы вы совместно со своими детками изготовили ракету. Для этого нам понадобится белый обученный лист, который мы складываем пополам, уголочек к уголочку. Сгибаем и разрезаем пополам. Таким образом мы этот лист сворачиваем и склеиваем между собой. У нас получается вот такая туба. Вот я уже сделала заготовку. Вот у нас такая получилась туба. Осталась еще одна, вторая половинка от большого листа. Мы эту большую половинку складываем на три одинаковые части. И еще раз пополам. У нас получаются вот такие квадратики. Мы это все разворачиваем и разрезаем уже на квадратики. Для чего они нам нужны? Мы из этих квадратиков будем делать дополнительные детали. Я их уже сделала, поэтому они у меня есть в заготовках. Вот они были. Два квадратика мы раскрашиваем в любой понравившийся вашим детям или вам цвет. Вот я раскрасила в синий. Этот листик, квадратик, мы разрезаем пополам. От угла к углу. Таким образом, из нашего квадратика получается два треугольничка. То же самое мы проделываем со вторым таким же. И у нас должно получиться четыре вот таких замечательных треугольничка. Эти треугольнички мы берем вот так вот с одного краешка, мы сгибаем. Потом берем клей, намазываем клеем и приклеиваем к нашему цилиндрику. Сначала мы приклеиваем один. Больше мы пока ничего не приклеиваем. Дальше мы раскрашиваем, рисуем на квадратики кружочки. Два кружочка больших. Ребята сами могут нарисовать. И закрашиваем также эти два кружочка в любой понравившийся нам цвет. Какой мы захотим. Вы можете раскрашивать как карандашами, так же как и красками. Но карандаши они не будут пачкать руки, ребят. Краски соответственно будут оставаться на руках. И вырезаем вот такие два кружочка. Два кружочка. Эти два кружочка мы также намазываем, клеем. Приклеиваем к нашей ракете. Чуть выше синенького треугольничка. Вот такая у нас получается заготовка. Дальше мы берем еще один круг, квадратик. Закрашиваем его. Можем в желтый, можем в оранжевый цвет. У меня вот оранжевый цвет. Затем мы берем ножницы и надрезаем не до конца. Вот такие делаем надрезы, полосочки. Затем мы откладываем. Нам они не нужны будут пока. Берем еще один квадратик, который у меня разокрашен желтеньким цветом. И от угла к углу мы делаем закругление. Это будет нос нашей ракеты. Намазываем его с краю. Лучше делать это, конечно, на столе. На какой-нибудь листочке, для того, чтобы ребята не испачкали стол. Вот, на подложке. И мы приклеиваем изнутри вот сюда. Видите, у нас получается вот так. Вот. Затем мы берем обычный белый листок. Такой же, с которого мы делали все заготовки для нашей ракеты. И мы должны его раскрасить. Здесь вы можете раскрасить тоже, ну, так же, как красками, так и карандашами. Я закрасила все это карандашами. Вот, синий цвет. Цвет неба. Соответственно, дальше. Что мы делаем дальше? Мы берем с этой стороны и переворачиваем ракету. И промазываем ее очень хорошо. Вот, мы ее промазали. И приклеили вот сюда, к листу. Видите? Теперь нам нужен вот этот квадратик, который мы надрезали на полосочки. Мы его точно так же намазываем. И приклеиваем изнутри ракеты. Вот. Потом мы можем немножко вот так вот подогнуть эти кончики. Это получается у нас пламя ракеты, которое вырывается из двигателя ракеты. И приходим к оставшимся треугольничкам, которые мы с краешку вот так вот, видите, загнули. Мы этот краешек опять промазываем. Промазываем. И приклеиваем с этой стороны. И приклеиваем к нашей замечательной ракете. Вот такая ракета у нас с вами должна получиться. Ну, а здесь вы можете нарисовать звездочки, вырезать. А здесь вы можете нарисовать лицо космонавта, который летит в космос. Это наш Юрий Кагарин. Дорогие родители, не важно, чем мы занимаемся дома. Читаем книги, рисуем, поем. Главное, мы остаемся дома. Соответственно, таким способом мы обезопасиваем как сами себя, так и наших родных и близких. Спасибо. В дальнейшем я еще вам предложу дополнительное образование, с которыми вы сможете заняться дома с детьми. Спасибо.